Добрый день, уважаемые дамы и господа. Приветствую вас на нашей очередной ежегодной конференции электронной торговой площадки. Пять лет мы занимаемся изучением электронных торговых площадок. Четвертый раз мы собираемся, чтобы обсудить результаты наших исследований. Напомню, ровно год назад мы также собирались, обсуждали трудные времена. Обсуждали, что несмотря на кризисные явления, мы их уже проходим. И главной интригой прошлого года было госрегулирование. К сожалению или к счастью, эта интрига до сих пор не разрешилась. Она так и осталась, но ушла куда-то на второй план. И насколько наше общение с участниками рынка показывает, сейчас это, если и волнует, но это не самая главная проблема. На сегодняшний день есть две вещи, которые я хотел бы отметить в угодном слове. Это первое, то, что рынок прошел дно. Те ростки, которые мы наблюдаем год назад, они вышли в достаточно уверенную повышательную тенденцию. То есть рынок растет темпом не менее 10% по итогам прошлого года. Это первое. И второе, то, что стали проглядываться некие естественные рыночные ограничения роста рынка. То есть где-то в ближайшее время, по нашим прогнозам, экстенсивный рост рынка исчерпает себя. И вот сегодня я хотел бы поговорить о том, что рынок будет делать в связи с этим, как он будет реагировать на эти естественные ограничения. Как мы построим работу? Как обычно, сначала краткий доклад по результатам нашего исследования. После этого свободная дискуссия в рамках панельной дискуссии. Потом будут секционные заседания. И в рамках панельной дискуссии, в середине дискуссии, мы прервемся на несколько минут, для того, чтобы провести краткий интерактивный опрос, чтобы узнать мнение основных специалистов рынка по ключевым проблемам рынка. Итак, слово для аналитического доклада Дмитрию Миндичу, руководителю проекта. Дмитрий, пожалуйста, очень кратко. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы в первый раз уже проводили исследование рынка электронной депутатуры B2B в сегменте закупок крупнейших компаний. В этот раз нам удалось уплатить 170 компаний. Из них 61 компания предоставила заплатные номиналкеты с подробными данными. Вот ключевые факты, которые мы выяснили. Во-первых, объемы закупок крупнейших компаний в среднем перестали сокращаться и по предварительным оценкам пришли к реальному росту. Во-вторых, операторы ДТП очень успешно в течение истекшего года осваивали незанятые ниши в этом сегменте. И это означает, что потенциал экстенсивного роста рынка здесь может быть исчерпан уже в обозримом перспективе. В-третьих, мы с удивлением увидели, что крупным компаниям нравится в независимых электронных торговых площадках все, кроме крупной конкуренции на своих торгах. И это было впервые на все годы исследований. И, наконец, респонденты подтвердили наше предположение, что развитие дополнительных сервисов может стать одним из перспективных направлений для интенсивного развития рынка услуг ДТП в целом. Но обо всем по порядку. Хорошая музыка заключается в том, что показатели закупочной деятельности компании в среднем, которые мы наблюдаем 3 и более года подряд, перестали улучшаться и у предварительных данных в 16-м году перешли к реальному росту. Тем не менее, скорее всего, это глубокое падение 2014 года оно так и не было пока отыграно, но, по крайней мере, ухудшение показателей закупочной деятельности, прежде всего, объемом закуп. Вот этих компаний, которые мы видим, оно перестало играть роль тормоза для рынка электронной торговли в этом сегменте в целом. При этом, как и прежде, рост объемных процедур в среднем заметно отставал от роста среднего количества процедур и от роста средней доли, которые мы наблюдаем, проводимые на ИДП. Из этого можно сделать вывод, что компания по-прежнему существует в режиме экономии, что в том числе отражается в продолжающем сокращении средней стоимости закупки в этих компаниях. Увеличение доли крупнейших компаний, которые используют электронные закупки, продолжило полномерно расти. Среди наших корреспондентов эта доля достигла 78%. Если говорить о компаниях в порядке 600 в целом, то тут этот показатель будет немножко ниже, но я сомневаюсь, что он будет сильно ниже. Также важно отметить, что компании, которые проводят уже электронные закупки, для них они являются основным инструментом закупочной деятельности. Еще 2-3 года назад это было не так. При этом компании, для которых электронные закупки являются вспомогательным инструментом по-прежнему, сейчас их доля сокращается и они составляют более 20% среди наших корреспондентов, хотя 4 года назад они составляли относительно большинство. То есть прогресс здесь очевиден и он впечатляет. Год назад ряд крупных операторов объявили о том, что они в повороте в сторону частного бизнеса и о том, что для них приоритетом становится привлечение новых клиентов из числа крупных частных компаний. И, как мы видим, за год операторы достигли очень больших успехов в своей этой незанятой нише. Причем, хотелось бы отметить, что здесь речь идет не в основном, не в создании, как противоплощады этими частными компаниями, а о том, что они становятся клиентами независимых площадок, как правило, и это важно прическнуть. То есть такую скриптную конкуренцию с этими площадками операторы выиграли в помощь в бизнесе. Тем не менее, хотелось бы отметить, что дальнейшее освоение сегмента закупок крупнейших компаний будет для операторов по-видимому сопряженного с определенными трудностями. Во-первых, возможности клиентской глаза здесь ограничиваются в сегменте частных компаний, но при этом почти 60% крупных частных заказчиков, которые до сих пор не используют электронные закупки, составляют компании финансового сектора, сервиса, IT и розничной автовой торговли, то есть не ресурсы, как фасли. при этом в среднем объем закупок этих компаний по нашим оценкам примерно в 6 раз ниже, чем у сопоставимых компаний промышленности, строительства, связи, инжиниринга, то есть у компании ресурсы приемных отраслей. Кроме того, как мне доводилось слышать от самих операторов, в общем, привлечение и обслуживание частных компаний отходится в среднем заметно дороже для них с точки зрения их внутренних издержек, чем работа с государственными компаниями. таким образом можно предположить, что затраты на расширение клиентской базы будут расти, а удача от каждого клиента с точки зрения увеличения объемов, количество процедур новых приличений новых поставщиков на площадке будет, в общем, сокращаться. Именно поэтому мы беремся утверждать, что потенциал экстансивного роста имеет свои естественные границы и, в общем, эти границы уже ины. Не так, что произойдет завтра, а после завтра, через год, через два, но, в общем, произойдет уже скоро. Сейчас наблюдение. Вы видите на этом слайде заказчиков устраивает качество услуг электронных торговых площадок абсолютно все, кроме, как ни странно, уровня конкуренции торговых процедур. Оценки качества услуг ЭТП за год существенно выросли по всем параметрам, существенно, но при этом акцент по уровню конкуренции, который давали заказчики, оказался рекордно низким. С чем это связано? Доступные объективные данные по количеству участников в торгов, по основной группе манипуляторы не позволяют сделать вывод о каких-то драматических улучшениях в области предложения на электронном рынке, наоборот, здесь есть некоторое улучшение с точки зрения количества участников. Как представляется наиболее правдоподобное объяснение вот этому феномену, это некое эффект привыкания. Многие заказчики объективно достигли подолка эффективности электронных закупок, при этом как вы видите заметная доля компании не смогла удержаться на достигнутом уровне эффективности. При этом распределение оценок эффективности не изменяется уже в третий год подряд. Таким образом в восприятии заказчиков здесь найдется определенный застой, при этом ожидания клиентов не начали опережать то, что могут ему реально предложить операторы. О причинах можно еще порассуждать, но вот хотелось сообщить коллегам о том, что устрел похоронут его упало. Почему оно упало? Можно сказать, ага. Наконец мы попросили оценить наших респондентов компании востребованность с их стороны дополнительных сервисов вставляемых ЭТП. Заинтересованность этих услуг в целом высокая. Здесь показаны наиболее востребованные заказчиками сервисы. Мы говорим о сервисах для заказчиков. Причем помимо услуг, непосредственно связанных с проведением закупочной деятельности и с проведением закупочных процедур среди наиболее популярных использований корреспондентов вида сервисов оказались услуги, связанные с использованием информации, которая располагает электронные торговые площадки. Речь идет о маркетинговой аналитике и инструментах оценки деловой репутации контрагентов. Достаточно неожиданный результат был. И в то же время среди менее востребованных услуг также неожиданно оказались форматы электронных магазинов, а также услуги подключения трансграничных закупок. Стоит отметить, что в среднем менее крупные компании в большей степени заинтересованы в дополнительных услугах ВТП. Так что учитывая, что дальнейший прирост клиентской базы площадок будет происходить преимущественно за счет компаний, которые по размеру выпучки не входят в район 600, поскольку там больше осталось незанятых коммунитить, развитие и качество дополнительных сервисов будет оказывать все большее влияние на конкурентоспособность площадок. Ну и извлечение на традиционный рэнкинг лучших ВТП по оценкам крупнейших заказчиков, который мы составляем на основе анкетирования. По сравнению с прошлым годом изменений не так много. Хотелось бы отметить, что в верхней части рэнкинга очень сильно выросла плотность, что в общем говорит о том, что уровень качества услуг ведущих площадок выровняться и как нам представляется, этот процесс будет продолжаться и в будущем. У меня все, спасибо за внимание. Спасибо, Дмитрий. Есть ли вопросы к докладчику? Если нет, Дмитрий будет находиться рядом с нами, в любой момент можно будет что-то уточнить. Коллеги, тогда, переходя к дискуссии, хотелось бы при этом отреагировать на тезис о том, что интенсивно рост заканчивается, есть некие естественные ограничения. хочу обратиться для начала к представителям электронных площадок. Хочу спросить Антон Сергеевич, по вашему мнению, тот предел, о котором говорится, он когда станет реально давить на бизнес? Это перспектива пяти лет или это уже текущая ситуация? Под бизнесом мы понимаем площадки. Понимаете, что у разных электронных площадок разная клиентская, так скажем, база, разные портфели и разные типы клиентов. Если говорить о нашей площадке, я думаю, что это перспектива пяти лет и дальше. Я дальше более подробно расскажу, если будет интересно, как мы видим развитие для себя и в каком направлении мы хотим двигаться. Мы для себя определили с точки зрения потенциала 5 лет это минимум. И по количественным показателям с точки зрения количества клиентов и закупок, которые могут быть приведены на площадке и с точки зрения объема объема выражения. Поэтому мы для себя такую проблему пока не видим. Но вы здесь видите то, что вы будете занимать новые ниши либо подвигать соседей? Я бы не отделял одну от другого. Понятно. Тогда у меня еще один вопрос на понимание если говорить о расширении, то сейчас издержки на каждого нового клиента растут. То есть есть такое ощущение, что те 68% компаний, которые пользуются электронными закупками, это тот сладкий пирог, который уже съели, остается уже менее сладкий. я бы прошу чуть-чуть болел, поэтому тяжело говорить, откуда информация о том, что издержки на привлечение новых клиентов растут, а дивиденды так скажем падают. Вот есть, понимаете, нужно опять же разделять. Есть сегмент, в котором работают некоторые площадки, в котором не работают, тем не менее, есть субъезд 223-го федерального закона, есть сегмент корпоративных законов. И нужно понимать, что затраты на привлечение клиентов в лице заказчика в разных сегментах, они разные. Если говорить о сегменте субъектов 223-го федерального закона, то привлечение новых клиентов наоборот несет в себе меньшее слифы. Если говорить о привлечении корпоративных клиентов, то это более сложные процедуры, там, наверное, издержит больше. Но я бы все-таки разделял эти вещи. Нельзя ставить и назначить, что сейчас привлечение новых клиентов в лице в том, подчеркивает несет в себе большее слифы. Алексей Викторович, продолжая эту тему, год назад Вы заявили о том, что Вы двигаетесь в сторону корпоративного клиента, негосударственного, и прозвучала цифра 50 на 50 государства и государства. Насколько я понимаю, сейчас это соотношение сдвинулось в сторону корпоративного клиента. Как Вы оцениваете те изделки, которые связаны с расширением Вашей клиентской базы? Здравствуйте. Можно немножко начать чуть-чуть раньше, а потом опять на вопрос? Давайте попробуем. Смотрите, мне кажется, на отрасль электронных торгов влияет действительно две сущности. Одна сущность это госрегулирование, вторая это рыночные факторы, которые мы сейчас обсуждаем. но сейчас немножко по-моему ситуация, когда у нас в стране происходят существенные изменения, мы обычно смотрим балет и обсуждать рыночные только рыночные факторы, такое скорее обсуждать балет, он качественный, он хороший, правильный, но за этот год мы видим все-таки обратную тенденцию госрегулирование возрастает. Мы видим, что, ну, есть несколько примеров, да, многие площадки и в прошлом году, и позапрошлом говорили об инвестициях в каталог, но есть присутствующих здесь, и мы знаем, что есть постановленное количество о том, что закупки в каталозной форме будут проходить через одну компанию, например, компания Вашнефть, она у нас трижды меняла статус, у нас клиента, то есть мы инвестируем клиента и трижды компания меняла статус. То есть мы понимаем, что госрегулирование существенно, поэтому, и, наверное, это один из определяющих факторов. Почему компании ведут коммерческий сегмент, потому что не всегда есть возможность поменять, повлиять на госрегулирование. И когда, в общем, есть желание минимизировать риски или там как-то диверсифицировать их, компания ведет коммерческий сегмент. Безусловно, стоимость привлечения коммерческих, Дмитрий очень прав, однозначно прав, извините, что стоимость привлечения коммерческих выше, Потому что все, кто работает по 233-му или по 244-му, они стандартизированы. Все, кто работают по ВК, они имеют свои особенности и интеграция имеют свои особенности, то есть инвестируются деньги в софт. Настройки такого бизнес-процесса и закупочные деятельности, они могут сильно отличаться, более существенно отличаться, чем 233-му, 244-му. Поэтому, собственно, площадки идут туда, потому что повлиять на гос сложно, местами невозможно. сейчас второй момент, который хотел еще отразить, помимо того, что эти компании пошли в коммерческий снижение, это глубина. Действительно, около 2-3 рынка крупных заказчиков используют электронно-дорогов по счетам, но есть еще критерии, как глубина использования. Есть компании, допустим, Росатом, они размещают 100% своих закупок в электронной форме. Есть компании, которые размещают от 10 до 15%. И потенциал рост до рынка еще сохраняется в тех компаниях, где поверновение электронных тропов внутри компании небольшое. Там рост еще возможен. Я думаю, что мы сходимся в оценках несколько лет, 2-3, уже 4 года. Спасибо. Дмитрий Викторович, во-первых, ваше мнение о поддерживающих факторах. И хотелось бы понять, вот тот пирог, который уже съели, он на самом деле самый сладкий был, потому что есть такое ощущение, что все сырьевые компании, компании с большим объемом закупок уже находятся в электронных закупках, а те компании, которые пока не охвачены, у них объем закупок несколько меньше по отношению к объему их выручки. То есть, они более легковесные с точки зрения электронных площадок, если можно так выразиться. Я сейчас посчитал перед тем, как что-то говорить, что у нас за прошлый год объем закупок на нашей площадке по отношению к 2015 году в денежном выражении выросли на 60%, в количестве на примерно 25%. И в основном, как наша компания основная стратегия была упор на небольших клиентов. И собственно там рост активно продолжается. Большой как раз серьезный эффект такого роста мы увидели в том, что доля электронных закупок у маленьких заказчиков существенным образом подрастает у тех, которые работают с нами. И в этом сегменте мы еще потенциал роста видим действительно на несколько лет. С крупными заказчиками история примерно такая. У нас они тоже есть, их не так много как у лидеров рынка. Приходят они к нам скажем так. Мы на них особо не фокусируемся, но наш продукт позволяет ему работать и многие приходят как бы сами. Мы видим, что с крупными клиентами не такое сладкий пирог. Он уже действительно компания, которые с ними уже работают, довольно много инвестировали. Перетянуть такого клиента довольно сложно. Часто есть системы интеграции с площадкой и просто привычки, сложившиеся отношения и привлечение передела этого рынка очень дорого. При этом есть огромный незанятый до сих пор не занятый рынок небольших заказчиков, которые проводят 10% закупок электронного виде, если говорить о регулированном секторе, и небольших коммерческих заказчиков, которые совершенно практически не работают. Здесь мы видим существенные сдерживающие факторы и регулирование не дает расслабиться, но как мы сейчас увидели, есть еще и сдерживающий фактор, связанный с тем, что не так понятно прозвучит из-за площадки, я считаю, что площадки некоторым образом уже дискредитированы. Сейчас в госзаказе, например, в первую очередь из-за того, что происходит в госзаказе, что мы видим? Выходит действительно конкуренция номинально 3-4 компаний. Глубже если копнуть, причем недостаточно глубоко, видно, что они между собой аффилированы. Цены оказываются существенно выше, чем просто если коммерческим образом покупать эти же товары, работа, услуги в этих же компаниях. Истральные площадки в госзаказе стали по сути средством узаконимы, способом узаконить происходящее некрасивое истории при этом поскольку СМИ активно серьезно следят за этим всем рынком, то собственно есть негативный фон того, чем мы занимаемся. тогда к какому-нибудь небольшому заказчику приходишь рассказывать что у вас будет так же как бы заказчик и говорит нет, нам не надо. Давайте лучше по-другому чтобы было эффективно и чтобы у меня снабжение не отгораживалось какими-то положениями о закупке и говорил что я все сделал по закону или по документу и при этом по двору. Мы сейчас видим что вот именно в выходе в этот коммерческий сегмент площадки должны измениться. То есть должны перестать быть площадками а стать именно средствами достижения эффективности получения эффективности для клиентов. Подход просто вывесить процедуру у нас там 300 тысяч поставщиков как у нас лично площадка говорят 300-200 тысяч поставщиков сами найдут сами поучаствуют приводится к тому что мы видим в госзаказе. и я считаю что с точки зрения развития рынка это сейчас наиболее пока малозаметно наиболее существенная проблема. По поводу эффективности площадок мы еще сегодня вернемся к этой теме. А вот хотелось бы понять вы сказали двигайтесь в сторону среднего бизнеса и едва ли не малого бизнеса. Вы можете как-то оценить насколько много у вас клиентов с оборотом миллиарда рублей может быть даже чуть меньше? у нас сейчас около 6 тысяч клиентов которые размещают закупки с оборотом менее миллиарда рублей наверное 5 тысяч 900 по сути дела это наш основной сегмент основной сегмент то есть рейтинговое агентство ваш клиент я понял намек коллеги мне просьба если у вас возникают какие-то вопросы я имею в виду участников панели дискуссия или желание что-то добавить вы любым способом дайте знать сейчас я хотел бы задать вопрос Юрию Казбековичу если говорить о расширении закупок то очень часто говорят что основной канал расширения закупок это так называемый инвестиционный спрос вот насколько я понимаю с нынешним положением экономики эта тема сейчас не очень популярна или я ошибаюсь я думаю что здесь есть наверное достаточно глубокие основания такого мнения которого вы говорите о том что спрос не не спрос на инвестиции то есть они уменьшились есть факторы связанные с действительными явлениями которые появились в 2015 году мы эту тенденцию с точки незакупоченной деятельности фиксируем у нас уменьшилось количество сур закупок которые идут по инвестиционной деятельности если у нас в 2013 году было 220 миллиардов в целом по группе компаний закупок по инвестиционной деятельности то за последние два года это 185 187 есть увеличение по 2016 году небольшое но оно связано в первую очередь с рядом тех больших инвестиционных проектов которые будут делаться по чемпионату мира 2018 года это большие работы связанные с Килинградской областью с энергией с Килинградской областью с Эленэнерго то есть точная история но в целом конечно инвестиционная составляющая в закупках она немного снизилась есть причины связанные в первую очередь с тарифным регулированием сдерживания тарифов здесь есть конечно проблема достаточно большая она связана с тем что все это также взаимосвязано с возможностями модернизировать систему потому что мы понимаем что инвестиционные закупки они формируют инфраструктуру инфраструктуру она должна быть и мы стремимся к этому чтобы она была инновационной здесь важно иметь в сети новые технологии новые подходы а все это естественно оно немножко с точки зрения умной сети к тому к чему мы стремимся оно требует дополнительных затрат в силу этого конечно же есть вот такая проблема между балансом между поддержанием в таком способном состоянии и с темой связанной существенного обновления тех инфраструктурных наших постанций линий и здесь конечно с точки зрения объемов они падают мы видим это но в целом конкуренция она растет Артем Георгиевич прозвучали цифры о глубине проникновения электроэлектронных площадок в закупке и также уже прозвучал тезис о том что в принципе эта глубина она еще может увеличиться да вот как вы можете оценить потенциал увеличения глубины проникновения электронных закупок в закупочную деятельность с вашей точки зрения насколько я понимаю сейчас это в среднем по крупным компаниям где-то около 58% коллеги добрый день что могу сказать по моим оценкам ну конкретно в нашей компании РОНГТС у нас доля электронных закупок стремится к 100% то есть вы уже достигли или вам легко это стремление мы же регулируемся 223 федеральным законом поэтому хотим мы этого не хотим мы этого но выбираемся на площадках ну какие-то мелкие закупки проводим не площадок конечно бывает что покупали срочно мелкие за наличные в магазине но это совсем там в пределах погрешности расчетов в принципе я думаю что по субъектам 223 как мы близко к 100% вопрос что еще могут площадки предложить для своего заказчика для своих клиентов мне кажется вот это стоит обсудить потому что мы например тем уровнем цен которые мы получаем на площадке наверное довольны желать еще большего снижения мы не хотим для нас в последний год-два и в будущем ближайшем один из основных показателей эффективности это скорость проведения закупки по крайней мере в нашей телеком отрасли настолько все быстро развивается и двигается что у меня все мои заказчики мы просим быстрее и быстрее у нас по регламенту 52 рабочих дня закупка с учетом всех процедур подготовки технического задания публикация на площадке перетожек и так далее слушай не можем сдать 52 дня сделать за две недели так же, что мы будем поэтому пожелание к площадкам сосредоточиться на этом вопросе как сделать так чтобы закупки можно проводить быстро от площадок здесь многое зависит нужны какие-то инструменты то есть мы по крайней мере мы анализировали внутри сейчас многие корпорации российские и западные внедряют искусственный интеллект мы все знаем с вами из средств массовой информации что в Европе уже запустили беспилотное такси есть пилотные проекты когда грузовики через всю Европу без водителя проезжают откуда-то там севера в Голландию там разгружаются и так далее операция которую человек делает долго и неэффективно заменяется искусственным интеллектом в закупках что может делать искусственный интеллект проверять какие-то массивы данных например технические задания объемные читать тексты договоров работать в пертензии то есть вот у меня например при сложных закупках в закупках на анализ технической документации уходит 2-3 недели то есть это люди просто читают сверяют проверяют там телепоказатели списали контрагенты сходятся не сходятся и так далее в принципе компьютер может это сделать за 2 секунды то есть 2 недели уже сэкономили внедрять такие системы искусственного интеллекта на конкретно предприятие достаточно дорогостоящие то есть это должна быть какая-то система которую пользовались бы много пользователей мы сейчас к этому как-то пытаемся подойти пока все очень дорого то есть то что хорошо все очень дорого то есть купить себе такого робота как одному заказчику это очень дорого пользоваться этим роботом на тысячу клиентов дешевле понятно тогда у меня следующий вопрос к Надежде Геннадьевне Надежде Геннадьевне продолжая ту же тему вот ваши ожидания чем могли бы повысить вашу эффективность закупок электронной площадки это первое и возвращаясь в глубине проникновения я так понимаю здесь 23 закон не про вас совершенно верно всем добрый день 223 закон не про нас и мы как раз таки являемся потребителями тех, кто предлагает нам электронную работу вообще но если говорить о группе ЧТПЗ то в целом история электронного управления закупоченных процедур у нас длительная часть товарно-материальных ценностей мы начинаем с собственной площадки через стык определенного потолка перешли на независимые площадки имеем достаточно много работы в прошлом году мы запустили проект по закупке услуг тоже в электронном формате для нас достаточно новое явление плюс у нас идет проект по централизации закупок услуг всей группы компаний в том числе группы компаний входящих в нашу целую группу компаний соответственно на объем закупки у нас растет и естественно процент электронных там тоже зарастет здесь нужно сделать какие границы провести для нас компаний которые металлургическую отрасль представлена мы четко разделяем закупки в электронной форме в основном у нас идут не сырьевых материалов сырье понятное дело по объективным причинам закупается вне торговых площадок соответственно основное ожидание в части повышения эффективности мы связываем как раз таки с аналитикой мы очень плотно занимаемся разработкой каталога и столкнулись с тем что пытаясь получить аналитику с торговых площадок мы ее логитарно получить не можно потому что разные номинования соответственно в этом году мы планируем закончить составление классов у нас там порядка полутора тысяч классов 95% объема закупки и соответственно ожидаем параллельно мы ведем договор с нашими прямыми конкурентами с нашими поставщиками сырьевых материалов которые тоже проводят электронные закупки тех же самых материалов на предмет унификации каталога поэтому мы тоже с интересным следим как развивается история с российским медием каталога особенно в части что касается моего управления закупки услуг тут вообще очень интересная ситуация за прошлый год провели массу консультаций на предмет составление технику но к сожалению на текущий момент адекватного решения не получили от рынка поэтому что у нас еще еще одно направление то есть первое это каталогизация это варианты совместных закупок компаний соответственно и третий инструмент который мы ожидания активно обсуждаем с компаниями с электронными площадками в том числе это какой-то маркетинговый анализ это бенчи которые достаточно сложно к сожалению в России получить только определенными способами это можно сделать а так мы активно анализируем те доступные данные но к сожалению те коммерческие компании с которыми мы чаще всего хотим себя сравнить в вторую очередь наши предметы но у них к сожалению закрыты все закупки поэтому обмен информацией их делать с бенчей достаточно сложно вот собственно говоря в основные наши ожидания и если говорить про семнадцатый год то с учетом централизованной закупки я думаю что мы у нас сейчас по ЧТПЗ конкретно по группе ЧТПЗ процент закупок в части номенклатуры себя говорить которые закупаются в электронном формате это 99% это в ТНЦ в услугах мы достигли показателя 80% буквально по факту шестнадцатого года и соответственно ожидание семнадцатого понятно что ТНЦ останется на том же уровне мы практически все закупаем в электронном формате и услуги планируем довести до максимально возможного показателя пока план 90% что 10% пока непонятно в данной истории в связи как раз таки с непонятной мультурой и мунификацией категории коллеги вот сейчас прозвучали такие пожелания если можно сказать потребители электронных торговых площадок у нас такое получилось что все потребители на правом фланге по центру и слева электронные площадки вот кто-нибудь по собственной инициативе хотел бы как-то отреагировать на эти пожелания потому что здесь прозвучало вроде бы такие очень далекие пожелания начиная от искусственного интеллекта окончая простою такую вещь но простое чисто внешне как создание каталога на самом деле мне кажется это две части единого целого искусственный интеллект без каталога работать не сможет соответственно как-то вы можете дать ответ во-первых какие чаяния на ваш взгляд вы будете удовлетворять первыми ну и в принципе это оборотная сторона той же медали в каких плоскостях в основном по вашему мнению будет развиваться конкурентная борьба между площадками да пожалуйста спасибо большое за комментарии удивительно что если говорить про искусственный интеллект или машинное обучение все по-разному называют мы эту технологию внедрили в конце прошлого года но ее задача была совсем другой мы не осматриваем ее как анализ документации каковы проблемы мы видим сейчас на рынке и какую проблему она могла бы решить мы понимаем что те компании которые являлись уже поставщиками их найти не очень сложно и пригласить по дендеру такого закупочной процедуры но если мы говорим о каких-то новых участниках то есть почему идет возможность появилось мнение о том что снижается эффективность закупочной деятельности потому что производителей каких-то допустим товаров их 3-5 в России эти 2-5 являются постоянно объективными если в начале электронных торгов в тендере участвовали 10 компаний и в большей части были компании которые перепродавали то понятно что в рамках такой прозрачной конкуренции они отваживаются и они постоянно неуспешны на площадках поэтому количество участников снижается с другой стороны находить эти 3-5 производителей бывает 7 бывает 10 не так важно количество не всегда представляется возможность это можно сделать руками но это очень дорого и мы начали искать то есть когда компания поставщик ни разу не участвовал не выставляли в МГТС какую-то специфическую продукцию очень сложно найти этого поставщика машинным методом по двум причинам первая причина что в классификатор закупки не до конца этой позиции достаточно широкая второй момент что поставщик занимается условно-то мебель и стеклянной посудой но когда он указывает что я занимаюсь стеклом это же могут быть электрические муфты например и машина интеллект как раз обучаемая машина ищет пытается сравнить закупочную процедуру с поставщиками которые участвовали где-то или там что-то поставляет чтобы сравнивать мне кажется этот же поскольку он читает тексты поскольку он все равно его основная задача определить какие позиции закупаются какие критерии этих позиций то в принципе наверное можно попробовать это объединить и действительно положение очень разумное что покупать на каждого заказчика подобные технологии дорого и эффективно если их можно сделать облачными с точки зрения справочников это тоже большая проблема безусловно нормализация справочников НСИ такую услугу мы развиваем такую услугу мы стараемся приводить в порядок и поддерживать актуализировать справочники поскольку продукции причем потому что это как бы ионская башня это та же проблема если заказчик поставщик говорит на разных языках то поставщик не понимает заказчика о такой муфте идет речь то они не встретятся и не будет эффективности поэтому мне кажется это я уверен даже в том что это очень актуальные проблемы и мы стараемся их решить еще дополнительные совместная закупка тоже для россии такая специальная практика потому что большинство конкурентов совсем конкурентов конкурентским дошла до такого стадии чтобы совместно закупать объемы экономить на себестоимости конкуренте на продажах на продукции вот поэтому мы движемся в эту сторону возможно недостаточно судя потому что ты поднимаешь спасибо большое я так понимаю что работа вам предстоит просто огромная я приведу пример у меня работник на даче сломал тачку я вчера пытался купить колесо для тачки просто в интернете я потратил полчаса плюнул и понял что идешь съездить на рынок и купить тачку это будет и дешевле и проще потому что выбрать колесо я не смог все-таки возвращаясь к вопросу по каким линиям выявить конкуренцию между территориями площадками я хотел бы может быть услышать еще кого-то может быть Станислав Робертович или Константин Владимирович вы что-то как-то бог скажет спасибо Станислав Робертович добрый день коллеги подняли действительно очень важные вопросы на наш взгляд ключевым вопросом здесь является нормализация справочных консерв причем глобальная конечно же каждая площадка в принципе готова создавать свои номерклатурные справочники и вести своих клиентов но для того чтобы можно было работать с большим массивом данных понимать что сколько стоит когда закупалась какую-то динамику цен на всероссийском рынке здесь нужно в первую очередь реализовывать проект по всероссийскому классификатору который даст чуткое понимание что значит тот или иной код не просто цифры а непосредственно цифры подкрепленные бизнесом подкрепленные конкретными закупками соответственно при наличии такого классификатора и при переходе по позиционности всех закупок будет возможность проводить такую автоматизированную аналитику существенную часть задач просто перевести машинный вариант то есть машинная обработка потому что сейчас естественно конкуренция на закупках она невысока но она невысока в первую очередь в 223-м федеральном законе по одной простой причине что во-первых есть ряд больших требований к поставщикам которые выставляет каждый заказчик если например мы возьмем коммерческий сектор то в коммерческом секторе закупки проходят с гораздо более высокой конкуренцией потому что требования в них они в принципе очень просты то есть они готовы видеть всех нет начальной максимальной цены которая очень часто в том же приезд в 233-м федеральном законе сильно занижена по одной простой причине что тот же например экономический плановый отдел не может четко сформулировать цену даже если он ее формулирует не факт что эта цена она актуальна на рынке вот и соответственно здесь мы значительно ограничиваем конкуренцию и она действительно падает плюс многие поставщики понимают все верно соглашусь с тем что когда проходят закупки крупные и их постоянно выигрывают одни и те же производители многие участники ну просто понимают что смысла на них заходить просто нету потому что выиграть их практически невозможно есть уже сложившийся пул поставщиков это крупные поставщики это производители соответственно конкурировать с которыми просто не представляется возможным что мы видим как конкурентную борьбу между площадками это в первую очередь конечно же различные маркетинговые услуги да то есть это привлечение поставщиков скажем так их поддержка да и обучение этих поставщиков как они могут заходить на процедуры и не быть там отрезанными на этапе рассмотрения заявок да потому что не предоставили какие-то документы или еще что плюс естественно возможные сервисы по аналитике да мы вот например тоже очень сильно стараемся развить направление вот трейдинспект да наш продукт но его сложность заключается в том что мы естественно подтягиваем информацию с единой информационной системы да да даем какую-то аналитическую отчетность но в целом сказать что в конкретном например лоте закупалось да если это канцелярия то представляете какое большое количество различных канцелярских товаров может быть в одном лоте под названием канцелярия соответственно аналитика здесь сложная мы конечно же в этом направлении работаем но первоочередной задачей мы видим то чтобы бизнес и руководство нашей страны в направлении нормализации справочников двигалось совместными путями а электронные торговые площадки естественно являются огромным ресурсом большом объемом информации которая может очень сильно посодействовать к этому процессу кто-то еще хотел бы высказать позвольте просто Добрый день Добрый день Добрый день Добрый день Добрый день все время все знают такие вот пакетики которые существуют на рынке сахара сахар и там и там один тоже тот человек который придумал этот пакет для сахара он придумал его открывать таким образом что посередине он разорвает и сахар сыпает в чашку он сошел с ума от того что большинство людей восприняли пакетики как очень удобное средство используют подсластители но они открывали сверху но поэтому вам большое спасибо за эту обратную связь и собственно вот по поводу совместных экстракционных закупок Алексей уже сказал что действительно крайне сложно мы пытались внедрить в коммерческом секторе среди строительных организаций закупку металла на возникла большая это было несколько лет назад сейчас я думаю что все будут работать с снижением издержек и это очень правильный тренд что касается внедрения искусственного интеллекта то мы на сегодняшний день уже работаем и тестируем систему автоматизированной технической поддержки в виде чат-ботов поскольку многие используют мессенджер это удобно также используем собственно прорабатывал вопрос о привлечении поставщиков но также коллеги уже сказали что конечно роботы пока несовершенные и не в полном объеме в том не в полной мере могут так понять ту или иную закупку которую объявил заказчик что же касается то что новый проект на котором мы работаем это каталог поставщиков не не на какой площадке работает поставщик на нашей на другой это скажем так я бы хотел предложить коллегам кто взял от вас для того чтобы попробовать объединить эти усилия потому что действительно эффективность заказчиков и собственно то тренд и то те компонентные преимущества которые есть у всех площадок есть примерно одно и то же чуть лучше чуть хуже кому то более удобно картинка кому то более удобно какие то дополнительные сервисы но развитие конкуренции и это борьба за клиентов она будет разворачиваться именно в этом направлении поскольку ничего там нового стратегического пока не придумал хотя все над этим работают да да антон Сергеевич я слушаю конкуренцию сервис и прочее я вот слушаю коллеги и немножко удивляет тот факт что все электронные площадки опять же из того что я услышал сосредоточены исключительно на вопросе автоматизации фронт офиса именно вот того процесса который взаимодействия с поставщиком площадка это тот инструмент который находит поставщика приводит поставщика различными способами телефоном почтой и так далее и тому подобное лично мы для себя видим развитие идем немножко делаем шаг назад мы в течение года общались с разными клиентами из разных сегментов с малым бизнесом средним бизнесом с крупным бизнесом чего мы видим мы видим абсолютно глубокую нишу не занятую с точки зрения автоматизации бэк-офиса автоматизации этапов планирования согласования инициации каких-то потребностей сейчас электронные площадки все в принципе которые в том числе работают субъектом 223 федерального закона что они имеют части планирования они умеют конвертировать экселевский файл в интерфейс передавать в наис ну и как-то уже позволяет заказчику работать с готовым планом который был либо сформирован внутри площадки либо туда загружен почему электронные площадки не развивают сервис связанный с вот именно автоматизацией функций планирования и вплоть до контроля за исполнением договоров мы опять же как я сказал прошлись по сотнях клиентов и малый и средний и крупный бизнес на самом деле малый и средний бизнес абсолютно глубокая ниша с точки зрения того что есть 1с да позволить себе произносить какие-то торговые марки да крупный бизнес имеет допустим сап или оракон который был когда-то поставлен много лет назад который наверное работает сейчас дает наполовину и который нужно развивать можно развивать но это стоит миллиарды да или миллионы долларов и история длины несколько лет там второй части будет выступать тоже сотрудник нашей площадки подробно расскажет но с точки зрения того как мы можем помочь нашим клиентам мы в этом году в конце того года внедрили вывели продукты на рынок который автоматизирует именно функции планирования мы увидели очень большую потребность у этого большую открыть стороны заказчиков о с точки зрения потребности в этом продукте и говоря о интеграции опять же сегодня что что нужно клиенту клиенту нужно чтобы у него был единый цикл автоматизирован чтобы у него была цепочка которая позволяет ему замкнуть да там первичный этап конечно это еще управление складскими запасами и бесправочников о чем мы говорим здесь эту историю невозможно сделать но это отдельный сегмент но в принципе электронные площадки как я сейчас вижу способны автоматически замкнуть автоматизировать полный цикл закупочной деятельности на предприятии от планирования да и проверки что есть на складе нужно это закупать не нужно и так далее до собственно контроля за тем как исполняется договор стороны подрядчиков поэтому вот говоря о том как электронные площадки наверное видят себя или там наши электронные площадки видят развитие с точки зрения там будущего я думаю что вот надо идти в этом направлении чтобы автоматизировать полный цикл закупочной деятельности не быть только одним каким-то маленьким кусочком который автоматизирует взаимодействие с контрагентами на этапе их выбора да 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 хотя бы поблагодарить Антона за рекламу продуктов нашей компании Дмитрий Ильич молодец мы с таким продуктом вышли более года назад с планирования то есть там весь цикл сделали несколько внедрений вы знаете это наверное в некоторой степени уход от тем разговора который сегодня здесь идёт то есть действительно для площадок есть хороший путь это путь в внутренние процессы заказчика автоматизация хорошей эффективности системы согласования документооборота в этом есть смысл это действительно востребовано там идут у нас там и внедрения идут и в облачном режиме это закупается но если говорить всё-таки про площадки прокомментировать идеи потому что многие из них попробуют допустим искусственный интеллект вот к сожалению могу с уверенностью сказать что текущее состояние технологий не позволяет там заменить роботом человека который будет вычитывать тендерные предложения знаете как ну краткое там как работает сейчас машинное обучение если вы десять тысяч раз проведёте закупку лампочек то на десять тысяч первый раз я вам сделаю робота который все это проведет но я не думаю что вы все время покупаете одно и то же каждая закупка относительно уникальна и здесь нужно приложение именно такого творческого человеческого интеллекта чтобы понять то ли вам предлагается что нужно как только у вас будет ну по каким-то постоянно повторяющимся вещам это возможно но я не думаю что у вас есть столь частые повторения дальше опять же вот если у вас есть столь частые повторения как вот по ЧТПЗ допустим закупаются основные материалы и на площадках тоже понятно почему потому что проще доехать до производителя и директор с директором лучше договориться чем это сделает площадка дальше если говорить про каталог это мне напомнило как там басня из опа что можно ли выпить море ну море выпить можно если оттуда отделить все реки каталог ну просто в мире есть один каталог ну действительно который содержит конечные позиции закупаемые это натовский каталог всяких патронов всего так вот там около 7 миллионов позиций и они действительно кровью оплачены этот каталог чтобы там патроны подходили к автоматам да других примеров нет для того чтобы сделать на всю страну такой универсальный описывающий любой предмет ну вообще по сути любой предмет потому что все что мы в этом зале видим вот это люстра например это она должна быть в этом каталоге с четким описанием как она устроена чтобы любой мог купить такую же это невозможно то есть нужно там где может быть даже во времена во времена госплана это тоже вряд ли было возможно чтобы десятки тысяч людей описывали эти предметы закупок все время будут возникать новые как нас любят говорить западные партнеры будут постоянно удивлять новыми продуктами их тоже нужно будет туда вносить в общем мы только этим будем заниматься ведением этого бесконечного каталога на мой взгляд сейчас мы подошли к некому пределу в котором дальнейшие идеи либо это будут совершенные прорывы какие-то технологические а может быть с точки зрения организации рынка потому что все опробованы ну то есть озвучены те же самые совместные закупки немногие знают что они приводят к снижению конкуренции и повышению цен хотя в принципе западная практика очень хорошая в россии она работает совершенно предположим мы может быть вместе может быть кто-то из нас придумает какой-то вариант какой-то новый способ закупок какой-то новый способ организации снаджения который станет правил сейчас площадки все более-менее топчутся вокруг понятных идей совокупно если их сервизовать это конечно получается как у нас очень хорошая площадка но к сожалению это не решается по одному закрытию коллеги первое давайте чуть поменьше рекламы я понимаю что все очень хороши второе что касается искусственного интеллекта я например очень люблю ездить на автомобиле первое что я сажусь в автомобиле я ищу кнопку которая отключает искусственный интеллект но это не означает что не нужен да вот поэтому он видимо нужен но не всем и не всегда я предлагаю прерваться на буквально 3-4 минуты есть три вопроса которые хотелось бы задать представителям профсообщества если можно экраны вопросы у вас есть вот такие устройства для того чтобы устройство привести в действие надо нажать любую кнопку у вас загорится лампочка это говорит о том что у вас готова к работе и дальше как только появляется вопрос на него можно отвечать если нажал клавишу с номером ответа если вы нажимаете не несколько клавиш то сработает последний клавиш зачитывается только один результат итак первый вопрос вопросов только три а когда электронные закупки станут основным инструментом закупочной деятельности для подавляющего большинства крупных компаний в России первый в течение ближайших трех лет второе в течение пяти лет третье в течение восьми лет четвертое никогда то есть речь идет о том что речь идет о подавляющем большинстве крупных компаний то есть это станет таким правилом общим так итак пятьдесят процентов я считаю что в течение ближайших трех лет эта тема будет в основном закрыта пять процентов восемь лет прогнозируют и 23 процента а это соответственно люди которые не верят в светлое будущее и считают что никогда подавляющее большинство пользуется электронной закупкой не будет далее следующий вопрос смогут ли крупнейшие площадки стать супермаркетами бизнес услуг первый вариант да это естественно будет развитие для операторов этапы второе будут востребованы только дополнительные услуги имеющие отношение к проведению торгов и третье нет единственная задача этапы проведение торговых закупочных процедур как большинство шестьдесят процентов проголосовало за то что будут востребованы только дополнительные услуги имеющие отношения к проведению торгов то есть группа тема супермаркетов не очень популярна за нее проголосовало 35 процентов около трети и так следующее да но обращаю внимание только пять процентов таких ортодольфцев которые говорят что и тесная задача это проведение торговых процедур все таки этапы должны обрастать дополнительными сервисами здесь все в середине третий вопрос последний что сдерживает развитие сектора дополнительных услуг этапы первое низкое взаимное доверие российские компании второе невысокий уровень услуг третье этапы предлагают не те дополнительные услуги которые нужны клиентам и четвертое консервативность консервативность заказчиков и поставщиков и так 57 процентов говорит о том что заказчики и поставщики то бишь клиенты это все они консервативные и видимо надо действительно работу что касается это это ну в общем там дальше все поровно получилось что здесь главная проблема это клиент бывает спасибо большое итак продолжаем дискуссию вот прозвучала тема эффективность использования компании битуби интернет-магазинов ну здесь уже на уровне голосования прозвучало что эта тема не очень популярна но если смотреть по результатам наших исследований нашего исследования то получается что госкомпании этим пользуются относительно охотно частные компании более ресервативно хотел обратиться к Юрию Горбековичу на ваш взгляд в чем предпричина причина еще достаточно много потому что я понял что да ну речь идет о битуби интернет-магазинах то есть то что сейчас проголосовали что это услуга она как бы не самая главная во-первых во-вторых вот согласно нашему исследованию частные компании используют ее не очень охотно ну я честно не знаю консервативная компания с 2006 года вообще закупочные процедуры мы проводим электронные виде и восьмом году у нас уже 65% запущенных процентов в системе в том числе присутствует площадка которая работа огромная проводила здесь если бы сейчас то мы практически 99% проводим 99% проводим поэтому для нас это инструмент существующие востребованные мы используем здесь есть как бы такой момент связан с тем что мы консервативные заказчики мы ожидаем от технологии чтобы была техническая поддержка и поддержки клиентов мы ожидаем чтобы была оптимальная цена и минимальная основная для участия в этих закупках которые приходят наши заказчики здесь мы считаем те услуги которые приводят к увеличению числа у нас в первую очередь финансовые все дополнительные механизмы приходя на площадку подать не только заявку найти либо банк выбирать либо достичь те инструменты которые необходимы подачи сам в считают очень важно и многие участники этого рынка занимаются маркетинг увлечения участников но при этом мы понимаем что здесь площадка инструмент очень важно на того как ты свою систему закупишь свои подходы в части требований то что это будет востребовано и считаю то что должно быть в первую очередь сохранить расширение количества участников а вы согласны с тезисом что конкурентность закупок она за последние пару лет она падала или это эффект привыкания немножко как говорится компании заелись в принципе есть статистика это не оценочная просто показывает то что происходит компания достаточно большая компания товарищи большого количества заточек то есть мы могли бы сказать что у нас в прошлом данном количестве 4 сейчас 4 и 6 при этом до этого на протяжении более чем трех лет цифра стояла около 3 3 в последний год на самом деле произошел достаточно большой прирост участников закупочной процедуры мы связываем с общей политикой по привлечению субъектов малого среднего бизнеса и всех остальных для госкомпаний это интересно учитывая что большинство компаний в том числе ряд каких-то моментов связанных с участниками так же шли на встречу участников это все способствует увеличению и росту числа участников заключенных то же самое если посмотреть доклад недавно абсолютно доклад динамического развития по 23 они фиксируют что в целом по 23 закону по 44 они говорят 2,7 а при этом в прошлом году у них было около 3 по 44 получается какое-то снижение статистика ощущение конечно же скорее всего те кто давал такие оценки скорее всего по ощущениям по своим коллегам отлучшили что мы конечно ожидаем большего участника еще больше тем лучше но еще раз говорю площадки это инструмент то есть заказчик должен исправить все свои требования все свои договора все свои отношения с участниками таким образом чтобы какого-то барьера не было то есть и здесь площадка тот же инструмент понятно теперь еще о таких новых форматах деятельности этапа площадок я хотел бы к Алексею Викторовичу обратиться вот в прошлом году и по-моему и до этого говорилось о том что ваша площадка двигаться в сторону торговли с Китаем насколько на ваш взгляд этот проект оказался оправданным в нынешних условиях ну и вообще как вы теперь спустя некоторое время оцениваете его перспективы спасибо по поводу китая честно говоря движение шло медленнее чем мы планировали это факт мы провели несколько пилотов закупок российских то есть мы видим мы подтвердили интерес российских заказчиков в основном крупной компанией покупателей в Китае мы провели несколько пилотов но сейчас одной из основных сложностей является объединить цепочку ряд сервисов мы понимаем что закупка из Китая традиционно российская форма покупки то есть это срочка платежа если мы говорим про традиционную форму продажи в Китае в основном они производят на заказ и это предоплата следующий момент это логистическое логистическое условие условия поставки насколько пока нет в России достаточных сервисов которые объединены в одну цепочку чтобы обеспечить поставку на воротах заказчика России следующий момент таможня и финансы соответственно с точки зрения если рынок да есть добрались ли мы до него нет пока еще не добрались в эту сторону и пытаемся связать вот эти вещи в электронной форме я когда читал информацию о вашем проекте обратил внимание на то что ваш партнер сертифицирует китайских поставщиков тем самым гарантирует стабильность поставок это благо то есть как оценивать эту деятельность это точно благо там вопрос раскрывается на несколько да и может быть этот опыт имеет смысл как-то у нас распространять мы пока не пришли к финальному варианту того как должно быть в чем проблема проблема не только в качестве китайской продукции а проблема еще в соответствии того что заказывает покупатель то есть мы говорили про НСИ мы говорили про сложность декомпозиции услуг услуги в меньшей степени из Китая но в большей степени товары но если мы говорим про характеристики описания товара мастер данные в идеальной форме это пока проблема и сертификат закрывает качественную составляющую но если приходит допустим какой-то генератор который по установочному креплению не подходит под мы понимаем что плечо России и Китая вся экономика съедается мы обратно отправляем мы заказываем новую и именно соответствие товаров заказанных товаров которые в потребности товаров которые поставляются наверное один из основных вопросов и он решается только пока как мы видим маленькими шагами только небольшие то есть какой-то сыркашин начинает работать с китайскими поставщиками с ограниченным перечнем требования уточняются требования при эксплуатации после поставки общение поставщика и заказчика не заканчивается зачастую еще есть обслуживание и только такими небольшими шагами фактически предконфитуционный отбор который длится не только на этапе до но и уточняется его условия уточняется еще и после того как китайский производитель стал поставщиком китайский производитель стал поставщиком коллеги а у кого-то есть еще трансграничный опыт такой успешный на который можно обратить внимание давай пожалуйста подберем собственно мы тоже в принципе работали в направлении взаимодействия с площадкой Alibaba прошли провели парапилотный проект это было еще пару лет назад но мы поняли что есть ряд сложностей с которыми на текущий момент справиться будет крайне сложно есть как правильно Алексей Викторович отметил например та же таможенная проблема когда грубо говоря никогда нельзя предсказать придет ли товар вовремя потому что есть человеческий фактор просто в таможенной составляющей от него никуда не деться это единственный вариант решения данной проблемы это таможенный кодекс пока вот только евразийский в ближайшее время но это все равно не факт что решит все проблемы в июле этого года вот мы немножко в другом направлении сейчас начали думать исходить от конкретной потребности то есть есть ряд отраслей которые в любом случае зависимы от иностранных авторагентов простейший пример то с чем мы все сталкиваемся это авиаперевозчики да есть два крупнейших игрока на рынке производства воздушных судов воинка и аэрбас здесь ничего с этим не поделось мы пытаемся конечно наше производство как-то на этот рынок зайти но пока это только комроски соответственно обслуживание этих судов на территории российской федерации никто не специфицирован для этого соответственно иностран иностран наша российская авиакомпания в любом случае взаимодействие с иностранными контрагентами по данному направлению например ежегодное техническое обслуживание двигателей и того же боинга и вот соответственно мы сейчас запустили проект провели уже ну ряд пилотных процедур именно исходя от конкретной потребности то есть когда заказчик знает своих контрагентов иностранных это ну ключевые игроки такие как там Ганза техник или Боинг Авиейшн сервис тогда проще взаимодействие даже сейчас поиск каких-то поставщиков не гарантирует качество поставляемого товара и выполняемых услуг да оказываемых услуг на текущий момент есть возможность взаимодействия только с теми контрагентами которых заказчик знает соответственно исходя из этой из этой вот концепции да мы реализовали ряд сервисов как для заказчика так и для иностранного чтобы просто обеспечить возможность создания онлайн конкуренции между теми контрагентами да которые в любом случае выйдут которые заинтересованы которые знают что нужно сделать как нужно сделать и имеют уже наработанную для этого схему да взаимодействие соответственно такая практика показала что можно получить значительный эффект потому что во первых иностранные компании они на такую реальную онлайн конкуренцию смотрят очень позитивно это реальная обратная связь от крупнейших игроков рынка и соответственно выход на такие да торги они тоже приветствуют и в принципе в нем заинтересованы они понимают что рынок строится не на формате да знаю того человека в этой компании знаю всего человека значит мой контракт они исходят из логики на самом деле реальной онлайн конкуренции выигрывают в конкурентной среде соответственно реализация такого проекта позволит уже да вот тому куску рынка который существует сейчас снизить свои издержки значительно автоматизировать процессы и в принципе упростить взаимодействие с иностранными контрагентами то есть сейчас как вот интеграция трансграничной торговли мы видим первым шагом именно реализацию проекта во взаимодействии с уже текущими контрагентами с которыми уже есть множество поиск новых как Алисей Викторович правильно сказал пока очень большие вопросы и к качеству и в принципе возможности поставки спасибо понятно продолжая нашу дискуссию хотелось бы поговорить о дополнительных условиях таких как маркетинговых консалтингах и мы о них уже в общем-то довольно много рассказали хотелось бы обратиться к клиентам площадок ну вот хочу допустим обратиться к Надежде Геннадьевне а вот за какие услуги в области консалтинга информации логистики может быть вы готовы платить то есть они вам настолько нужны что вы готовы какие-то деньги платить ну в первую очередь в текущий момент соответственно на семнадцатый год мы были готовы платить именно за денчу это то что ваша свободная новость на сегодняшний день но это вам пока никто не предоставлен ну пока да потому что опять таки возвращаемся к истории консилин соответственно за это да за какую-то аналитику за сопоставление даже в области логистики мы начинали в прошлом году электронные закупки по логистике и там столкнулись масса проблем начиная от того что у нас был крайне слабый комплект мы всегда порядка трех участников которые мы довели путем ручного затаскивания на электронные торги все подряд из нашей базы и прочих прочих изучения рынков и прочих вот последние закупки на предоставление автотранспорта например у нас уже 44 игрока и эти игроки полноценные участники опять таки закупочные процедуры но опять таки если базироваться на этом же предмете при анализе данных полученных ставок на перевозку мы их получили и мы понимаем что вроде как 44 игрока вроде как цена рыночная считается нас же это не удовлетворяет мы хотим понять действительно ли это рыночная среда потому что очень часто получается так что цена получена на электронной площадке к сожалению не является рыночной потому что мы начинаем дальше копать и выясняется что там существует у нас факторов потому что поэтому такая цена получилась соответственно вот в этом плане условно мы сразу же пошли конечно за это прямым конкурентом потому что это не тот предмет по которому стоит скрывать мы ставки выяснили что на 8 процентов выше опять таки делаем вывод что проведя закупку получив эффект определенный мы получили тем не менее оказался что по ряду факторов у нас прайс на 8 процентов выше из-за этого у меня закупка естественно затянулась мы нарушили все сроки потому что пока выясняли или проводили сравнительные анализы вот если бы был такой вот ресурс вот прямо сейчас и сходу то да это касается и рыночных цен на товары какие-то определенные есть все равно какие-то базовые вещи которые можно сопоставлять понятно что на сырье мы так все ориентируемся на биржу мы все это как бы знаем у нас там формулы нацепознавания все можно сравнить но вот в плане каких-то точечных закупок к сожалению нет поэтому в плане маркетингового анализа и анализа именно бенча в части того как мы по отношению к другим игрокам себя чувствуем и как мы на данный момент закупались вот это конечно базовая услуга которая нам нужна уже сегодня но пока нет за коллеги от площадок кто-то готов на этот запрос ответить тогда у меня если не готов тогда у меня вопрос более шкурный вот допустим к Антону Сергеевичу Антон Сергеевич скажите два вопроса меня интересует первое рассматриваете ли вы вообще информационные услуги как некий дополнительный источник дохода либо это чисто маркетинговая составляющая деятельность и второе готовы ли вы рассматривать вариант что вы к своему к своей базе данных пусть там какой-то безличный допустите консультантов но я приведу пример социологическими компаниями типа Рамир они же делают поле делают базу данных аналитиков вы кстати практически нет аналитикой занимаются компаниями которые потом это поле обрабатывают трактуют делают из него выводы соответственно возможно ли такой союз электронной площадки и каких-то аналитических структур отвечая на первый вопрос мы в принципе в этом управлении движемся как вам сказать взять исходы вот так никого не получится очень большой массив данных очень большой объем работы поэтому я думаю что ну вот электронные площадки молчат потому что вот так сходу предложить невозможно я думаю что каждый из нас если бы сказали что ребят вам дается условно говоря год да объем работы вот такой сделать любая площадка присутствующая здесь это может сделать если понятие понятие мы я даже немного уточнил немножко другой аспект меня интересовал рассматривать ли вы это как возможный источник дополнительного дохода например инвестбанки делают аналитику но они никогда и не продают это такой некий идет бонусом дополнительно сервис клиентам это ваш второй вопрос посмотрели в том виде в котором вы описываете нет мы такое направление не рассматриваем мы рассматриваем именно функционалы электронного интернет-магазина который предоставляет заказчику возможность заключить сделку и проанализировать то что представлено производство предоставщиков для того чтобы сформировать понятную корректную цену сначала и потом ее расторговать это функционал но он не предполагает какой-то коммуникации с агентством которое будет упомянули с точки зрения формирования я думаю отлично хочу да пожалуйста у нас есть площадка есть площадка связанная с агросектором там мы собственно работу проводим делаем аналитику по как это все называется то всякие премиксы средства защиты растений мы аналитику все это формируем она она идет доп сервисом очень востребована мы пытались расширить практику и тут же допустим аналитику по зерну уже невозможно составить потому что половина рынка зерна может даже и больше она в неком теневом секторе там прячет по рынку стройматериалов тоже невозможно сделать потому что там какие-то сыпучие материалы это вообще-то боюсь так всех поднапребенок там наполнено людьми с уголовным прошлым и одним данным полком не получит в общем такая специфическая у нас работа и не по всем сегментам возможно что-то сформировать но что-то делаем кто-то хотел бы еще добавить а вот такой неожиданный вопрос я не знаю там насколько он неожидан для вас все электронные площадки обладают достаточно большой клиентской базы и в какой-то степени это можно сравнить с социальной сетью да и это социальная сеть высокого качества потому что там находится довольно специфическая аудитория не бабушки там и не бомжи а вот хотелось бы понять есть ли какие-то мысли по поводу того что эта социальная сеть может быть каким-то образом монетизирована и использована для каких-то дополнительных нужд такие мысли невыполненно возникали а тогда мне кажется вы проводите параллель если мы обратим внимание Дмитрий успешно представляет финансовый сервис да и мы говорим о том что на одной из в одной из социальных сетей прослушивают музыку в общем параллельно если мы говорим про то есть для чего нужны социальные сети для общения для встреч для потребления каких-то какого-то контента встречи это в общем основной бизнес электронной торговой площадки это тендеры контент это потребление финансовых сервисов справочные финансы аналитики по рынку то есть фактически это задачи параллельны они просто из разряда бизнеса и никто не никто не называет тендерную услугу знакомством или там или инкульсионный отбор социальной сетью для поиска старой половины поэтому они уже сейчас точнее мы уже сейчас площадке уже сейчас какого аналог соц. сетей но с направленностью прокративы но при этом вы рассматриваете как самостоятельное направление то есть у вас там выделены под это ресурсы под развитие именно этой деятельности или нет под дополнительные сервисы да под социальную функцию будут ли встречаться поставщики между собой мало вероятно и наверное заказчики будут против все поставщики будут между собой встречаться у нас есть академия которая в том числе получать социальную функциональность в том числе как социальные сети то есть какие-то материалы обменятся не очень идет как раз связано с тем что все таки вот когда говорят что у вас там много клиентов часто забывают что ну у нас же не компании работают а конкретные люди и часто ну какое-то относительно небольшое количество представителей снабжения то есть сотрудников снабженского подразделения и относительно большое количество сотрудников подразделения которые занимаются сбытом у поставщиков вот сбытовики со снабженцами им всегда интересно пообщаться но у нас в стране такой там киви у нас есть такая площадка вторую создать наверное не нужно и наверное сложно а поставщики с поставщиками то есть продавцы с продавцами тоже как ну у них предмет для общения нет мы попытались создать сеть для общения снабженцев но они как мы видим то есть не очень любят по своей работе раскрывать детали публиковать материалы и вообще обычно занятые люди понятно и еще один вопрос который давайте я вам обращу Константину Владимировичу вот Константин Владимирович на ваш взгляд могут ли в перспективе операторы ЭТП развиваться такие как многопрофильные холдинги да может быть это сейчас громко сказано но тем не менее ЭТП ну как здесь прозвучало уже не один раз занимаются и планирует расширять занятия дополнительными услугами есть опыты разработки бизнесов в области программного обеспечения и так далее то есть может ли здесь такой конгломерат вывести это уточнить все таки вы что имеете ввиду то есть есть направление на торговые площадки то есть мы в большинстве наверное здесь обсуждаем вопросы закупки да мы изначально я об этом уже сказал к тому что могут ли вот эти дополнительные сервисы не просто стать дополнительным источником доходов но и стать бизнесом сопоставимым собственно с предоставлением услуг по совершению транзакции потому что мы лучше дадим вопрос Дмитрий Викторович у него в общем-то финансовый у него есть опыт вопросов что это выносить в отдельный бизнес но наверное все таки нужно там отделять борщ от мяса если площадки занимаются их задача основная это обеспечение эффективных прозрачных документов процедур что касается соответствующих бизнесов если это позволительно то он документооборот интеграция да безусловно дополнительно но вы видели как проголосовало все профессиональное сообщество по большому счету это неинтересно если это связано с площадкой безусловно перспективы есть если это не связано то это единица ради этого ни одна литра площадка не будет тратить средства на повышение качества софта именно в этих условиях потому что нет спроса и еще тогда немножко с другой стороны но из этой области вопрос многие торговые площадки работают в паре с банками вот отсутствие банка сильно сказывается на делительность площадки нет ну вообще у нас нет банка который за нами стоит точнее практически нет но есть у нас там в структуре совладельцы которые скорее такие инвесторы участвуют только вы имеете клирингу нет все мы не будем рекламировать у нас компания акционер общества есть акционеры которые все таки не участвуют мы все время переживали что банки будут сильно поддерживать площадки которые приезжат которые с ними связаны не знаю к счастью для нас к сожалению для площадок мы такой вот активно серьезной работы банков по привлечению клиентов на площадке не видим более того мы видим наоборот что присутствие банков структуре ну как основного владельцев площадки в некотором смысле там сковывает площадки в развитии потому что иногда нужно делать какие-то относительно рисковые вещи банки не любят когда их там с их именем делают какие-то не всегда прозрачные понятные вводят услуги поддержка например заказчиков судебных с поставщиками наоборот ситуация поддержки поставщиков в общем много приходится делать и развивать развитие сковывает большой бренд он на начальном летать помогает потом начинает мешать и плюс еще банки любят вынимать из площадок обеспечения какие-то денежные ресурсы что деньги это же это же про нас поэтому они должны быть у нас вот у нас к счастью такого банка нет нам сильно проще понятно следующий вопрос Антон Сергеевич Антон Сергеевич сегодня позвучало несколько уже таких пожеланий что созрели некоторые инициативы для объединения усилий нескольких площадок а вот есть такое образование как ассоциация которая была создана осенью прошлого года вы как-то можете прокомментировать те действия на которые направлены ассоциации и что вы ожидаете от ее работы хороший вопрос хороший вопрос на который сложно ответить нет ответить на него не сложно просто не очень-очень часто делать но вкратце отвечу действительно была создана ассоциация цели у нее там если им даваться в подробности очень просты мы сегодня звучали слова по поводу регулирования да и не всегда это госрегулирование не всегда силы определенных группы лиц оправлены на регулирование они поступают в положительные скажем ключи для электронных площадок есть определенные преобразования сейчас которые происходят есть определенные изменения которые мы прогнозируем в этом или в следующем году все эти электронные площадки для себя наконец-то поняли осознали тот факт что если мы не выступим единым фронтом да если мы не объединили усилия с точки зрения защиты того конкурентного поля по инфраструктуре которая сложилась за последние несколько лет я считаю что сложилась достаточно сильная инфраструктура которой в России не было несмотря на критику различных инсинуаций с различных сторон в адрес того что электронные площадки в первую очередь работающие в 44-м федеральном законе не выполняют функции которые на них возложены и не достигают их целей с точки зрения прозрачности обеспечения закупочной деятельности государства экономии и прочее это не так есть определенные проблемы сегодня опять же звучали какие-то слова по отношению к тому что в 44-м федеральном законе не все так хорошо электронные площадки не так хорошо работает может быть в коммерческом сегменте есть проблемы как везде есть широковатость на то что было у нас доступление в силу главы 3.1 который начинал регулировать область электронных закупок сначала для федеральных заказчиков потом для государственных до этого было гораздо хуже до того как соответственно фазы объединились но сейчас мы находимся на рубеже новых глобальных изменений в ближайшем году а может не тем не менее мы создали ассоциацию состоящую из шести электронных площадок для того чтобы формировать так скажем конструктивные решения направленные на сохранение и развитие инфраструктуры которая создалась в последние несколько лет и опять же есть мысли и двигаемся в направлении создание справочной информации действительно я бы не сказал что это утопия но это действительно очень тяжелая тема все знаете что сейчас Руссер предложил делать геннесправочник по лекарственным средствам с чего-то надо начинать потом может где-то разобрется более глобальность не менее такие мысли есть в том числе двигаемся направлении создания единой системы аккредитации для участников потому что и малый и средний бизнес большинство участников закупочных процедур которые сосредоточены не только в узком сегменте допустим в корпоративном сегменте или еще уже там в том числе которые стараются депрессировать свой бизнес на все области они иногда сталкиваются с некоторыми барьерами связанные с тем что нужно на каждой площадке ключи в принципе движемся достаточно хорошим для того чтобы сохранить разбитую инфраструктуру которую мы имеем в будущем это это ассоциация преимущественно и по-моему даже только тех ну государственных площадок или частные тоже ну то есть частные тоже допускаются их участия но если позволите дмитрий руководитель не государственной площадки которая тоже входит в ассоциацию дмитрий это уже одно полезное дело сделали по крайней мере в рамках этой бинарной дискуссии коллеги я хочу обратиться к залу если у вас есть вопросы к членам дискуссионной панели просьба их задать единственная просьба представиться или может быть у членов панели есть вопросы друг к другу либо желание что-то добавить потому что мы сегодня обсуждали да я просто хотел вернуться к разговору о том что небольшой диверсификации бизнеса и создания корпорации да ну здесь запоздал комментарии но здесь мы выбрали немножко иную политику стандартная площадка которая автоматизирует все процессы для заказчика прощает доступ поставщиков это бизнес который уже развивается и учитывая тенденции роста он будет развиваться дальше пока мы пика не достигли я имею ввиду как отрасль в целом и поэтому здесь в любом случае развитие будет мы начали двигаться другие немножко плоскости да из сегментов B2B сейчас планируем создаем уже создали в принципе уже внедрим в ближайшее время это сервис B2C то есть фактически финансовый супермаркет услуг для конкретно физических лиц и соответственно площадку как раз просто на ваш вопрос никто не ответил я решил на него ответить да как раз мы планируем что какой-то эффект от того что наша площадка пользуется определенной популярностью мы соответственно сможем да привлечь каких-то физических лиц конкретно пользователей системы уже в наш финансовый супермаркет где они в едином окне могут приобрести нужные услуги страховые услуги грубо говоря необходимые переводы или еще что-то там будет очень много различных возможностей вот поэтому да в этом направлении мы двигаемся также двигаемся в направлении электронного документооборота то есть мы как площадка видим что у нас во-первых есть потенциал роста по нашему основному направлению но этот потенциал роста когда-то скорее всего иссякнет да то есть не говоря о том что площадки уйдут с рынка они на рынке навсегда и здесь нижних причин от них отказываться но мы сейчас уже начинаем смотреть будущее и развивать дополнительные направления поэтому не реклама не скажем хорошо вопросы к участникам дискуссии пожалуйста Артем Георгиевич коллеги хотел бы тоже добавить по поводу диверсификации дополнительных бизнесов и так далее ну два слова хотел рассказать про телеком рынок мне кажется что телеком рынок вот эту фазу прошел и есть электронным площадкам в этом плане на что посмотреть значит что случилось с телеком бизнесом последние 10 лет то есть раньше нас всех интересовало какой у нас оператор какая у нас сим-карта какой телефон сейчас в принципе нас интересуют другие вопросы ну и абонентов в мире да мы хотим чтобы работал фейсбук мы хотим получать электронную почту мы хотим смотреть футбол по телевизору какой канал нам этот футбол показывает какой оператор предоставляет этот контент нашего телевизора в принципе нам все равно значит к чему это привело к тому что сейчас вот мир телекома захватывают производители контента то есть это гугл гейсбук телевизионные каналы да то есть те компании которые непосредственно общаются с клиентом с абонентом операторы то есть вот была реплика у коллег что площадка должна хорошо проводить торги вот многие операторы тоже так думали что оператор должен давать качественную связь вот эта стратегия оказалась проигрышной потому что качественную связь предоставляют все а с клиентом общается кто-то другой и деньги от клиента получает кто-то другой и поэтому мы сейчас вынуждены операторы качать там гигабайт информации которая не наша и деньги за это и гигабайт информации получает кто-то другой а у нас там в России четыре федеральных оператора конкурс вот я вам могу сказать на телеком услуги проходит вот эта услуга очень хорошо кстати на площадке котирование котирование то есть скидки на целиком услуги сейчас до восьмидесяти процентов получается просто человек пишет там минута по сотовому телефону гигабайт про интернету и запускается электронный аукцион и операторы падают чтобы хоть какой-то контракт получить поэтому сейчас все операторы бегом просто бегут и покупают компании производящие продлевающие контент телеканалы там вот мегафон сейчас покупает и так далее все пока еще есть маржинальность бизнеса все деньги люди вкладывают в контент да чтобы успеть ухватить то что тех кто работает непосредственно с клиентом вот и второй пример тоже хотел привести тот же Google и Apple сделал принципиальный вход когда-то если вы помните в приложении Apple Store продавались только программы которые делал Apple других просто не было и настал момент когда Apple не стал успевать за тем же Google который в Play Market выкладывал сторонние разработки то есть продукты Apple они не успевали просто за рынком и тогда Apple сделал принципиальный шаг в Apple Store пустил всех кто хочет все и сейчас Apple Store зарабатывает больше чем со своих продуктов потому что каждый по доллару платит там не знаю по 50 центов так как миллиарды этих приложений соответственно денежки рекутику то есть пошли по пути экосистемы не знаю то же самое Яндекс.Такси кто мог думать что мы там отучимся голосовать машину и никто сейчас все через Яндекс.Такси только заказывают Uber и так далее то есть все идут по пути создания экосистемы загоняют туда другие компании которые какие-то сервисы побочные предоставляют и по копеечке с этого зарабатывают не знаю как площадки будут развиваться но что тоже какой-то принцип такой точно будет работать спасибо очень интересное соображение а можно я держу буквально это потому что в текущий момент вот смотрите что происходит в 50-м году когда мы начинали развитие электронных торгов на независимых площадках мы даже подумали что у нас будет их несколько то есть мы с одной площадкой там начинали работать интеграция и пошли очень длительный путь но сейчас у нас условно даже действует целая группа аналитиков которые занимаются анализом эффективности торгов и проводимых процедур на разных площадках сейчас у нас пока их три и это не пределось у нас в этом году будет рост мы со своей стороны потребители безусловно довольны тем что есть конкуренция среди электронных площадок и каждый каждый оператор старается предложить некое ноу-хау тем самым подстегивая наши бизнес-процессы в том числе по закупочной деятельности потому что мы действительно очень много нового выбираем от предложений электронных площадок но ведь это ведь тоже не может длиться вечно потому что уже сейчас с точки зрения того как мы работаем мы не успеваем с интеграцией понятно с каждой площадкой потому что это время это деньги чтобы скрывать и соответственно мы я боюсь что рано или поздно скорее рано чем поздно придем к тому что нам все таки нужно быть единое окно которое будет предоставлять какой-то некий комплекс услуг чтобы мы не заморачивались с тем что с одним мы работаем так с другими по другому с третьими по третьему и соответственно в системе нашей в какой-то момент рискует просто произойти сбор вот собственно говоря такое в текущий момент нас все устраивает но вот в дальнейшем нам хотелось чтобы эти все сервисы были как-то вот реализованы чтобы можно было не думать на каких-то там торгующих площадках все происходило автоматически извините можно вопрос уточни я работаю через веб-интерфейс или вы работаете в юрпи-системе в юрпи-системе у вас же одно окно вашей юрпи-системе ну проблема в том что наша эрпи-система на текущий момент она такая достаточно старая будем говорить и мы соответственно на ближайшие на ближайшие два-три года мы запланировали переход на более современные системы которые позволят нам фактически реализовывать некие такие сервисы которые в данный момент к сожалению просто недоступны сейчас мы должны налаживать интеграцию с каждым конкретно в отдельности а далее в ближайшей перспективе мы намерены новой системы получить некую возможность автоматического подключения скажем к разным площадкам и создание всего одинокного мы стоим оперативно создан фактически не очень удобно я не ломбирую наши интересы с точки зрения потребителя если кто-то услышит буду очень рад коллеги у нас потихоньку время зашло к завершению нашей дискуссии я хочу выразить огромную благодарность ко всем участникам дискуссии вот наше сегодня сегодняшнее обсуждение показалось что да мы подходим может быть где-то близко уже к границе развития экстенсивного но новые формы новые формы работы дополнительные услуги они неисчерпаемы и они могут кардинально преобразить рынок уже в ближайшие годы поэтому давайте будем к этому готовы и что касается нас мы будем за этим с интересом наблюдать и стараться чтобы левая сторона стола не сильно оторвалась правой спасибо перерыв после которого мы продолжим работать